Всем привет! С вами Солнце. На улице холод, серость, грязь, поэтому сегодня на концерт я приехала ядовитая, разбитая и убитая. Кстати, о сегодняшнем мероприятии. Я приехала на сольный концерт Эльвиры Т. И хочу сегодня не просто хорошо провести время, а еще узнать, как бороться с осенней депрессией и этим противным состоянием. Песня «Все решено» в свое время взорвала все музыкальные хит-парады и сделала Эльвира настоящей звездочкой российской эстрады. Почему же песня стала столь популярной и каково это проснуться знаменитым? Я решила не гадать и узнать ответы на эти вопросы у самой Эльвиры. Мне кажется, все как-то срослось. Она, мне кажется, свежее дыхание в русском шоу-бизнесе, в русской попсе. Потому что, мне кажется, такого не делали. Он, мне кажется, экспериментальный по какой-то степени. Потому что там полуречитатив, большие длинные куплеты, песня достаточно монотонная. И это очень необычно для русских песен. Поэтому я думаю, что именно из-за своей какой-то новизны. Если одна песня стала популярной, это еще не значит, что ты звезда. Эльвира знает об этом, поэтому не останавливается и продолжает творить. Так чем же она продолжит радовать своих поклонников? Москвичей слушателей я хочу порадовать сегодняшним концертом, конечно же. Будут новинки, будут что-то экспериментальное, необычное. Я надеюсь, что вам понравится. А других слушателей, ну я пишу треки, они не похожи на все решено. Но треки похожи на все решено, они тоже будут. Пробуем, пробуем, смотрим, щупаем. Щупаем разные стили, разную музыку для того, чтобы получить еще большую аудиторию. Когда ты становишься знаменитым за достаточно короткое время, то всегда есть вероятность, что семья не оценит твоих стараний, а друзья и вовсе решат, что ты зазвездился. Мне всегда было непонятно, почему так происходит и как с этим бороться. Я надеюсь, что мои друзья так не говорят, пока я за спиной. А люди, которые не друзья, не друзья, наверное, так и говорят, потому что, наверное, вот что-то им не нравится со мной вообще. А как ты проснулась с утра знаменитой? Вот что ты почувствовала? Я не просыпалась с утра знаменитой. Все происходило постепенно, все начиналось с интернета. Поэтому такого не было, не было какого-то взрыва, толчка резкого. Даже когда я переехала в Москву, и песня стала появляться на радио, на телевидении. Это все тоже было постепенно. Сначала песню не брали, сначала там была одна радиостанция, потом вторая. И пик, он происходил очень постепенно, поэтому не было такого резкого утра. Думаю, стоит вернуться к цели моего визита на концерт Эльвиры Те. Отличное настроение от хорошей музыки – это очевидно. Но все же я еще хотела узнать, как бороться с этим противным состоянием, когда ты ядовитая, разбитая и убитая. И дай несколько советов. Как же не быть ядовитой, разбитой и убитой? Тем более вот осенью в эту депрессию просто кошмар. Ну я-то ядовитая, разбитая, убитая. Как я могу дать совет, как не быть ей? Ну, знаешь, если по тебе не скажешь. Позитивная, да? Да, вот как это? Играю, играю, играю. Нет, на самом деле я действительно позитивный человек. Я, конечно, могу как-то быть меланхоличной иногда, но в целом я достаточно позитивна. Как быть позитивным? Ну, не знаю. Наверное, зависит от того, чем ты занимаешься. Если тебе это приносит удовольствие, если ты кайфуешь, тебе хорошо. Если люди, которые тебя окружают, тебе тоже приятно, и это очень важно все-таки окружение, потому что часто жизнь нас ведет именно вот из-за окружения, потому что правильные люди должны быть рядом с тобой. Ну, правильные не в плане связи и так далее, а именно, которые тебя вдохновляют, поддерживают. Это очень важно. Как приятно осознавать, что в наше время есть такие талантливые подростки, как Эльвира Те. Впереди у нее много достижений. Ну, а я, наконец-то, знаю, как побороть осеннюю депрессию и не быть ядовитой, разбитой и убитой, чего я вам желаю, дорогие друзья. С вами была Солнце. Пока!